Фетхи – это район и город-курорт на юго-западе Турции. Население 84 тысячи человек. Город расположен на побережье между Средиземным и Эгейским морями, у подножия гор, покрытых сосновыми и кедровыми лесами. В 40 километрах от города находится аэропорт Даламан. В Фетхи около 285 солнечных дней в году. Курортный сезон здесь начинается в конце марта и продолжается до конца ноября. Город стоит на голубой лагуне с потрясающими бухтами, набережными и пляжами. Спокойная бирюзовая вода с белыми песчаными пляжами, защищенными от моря, окаймлена густым сосновым лесом и создает невероятную красоту. Именно поэтому люди стекаются сюда на протяжении нескольких последних лет. В античные времена здесь существовал греческий город Телмес. Город был очень известен и являлся центром пророчеств. 200 лет до нашей эры городом правил еще Птолемей, небезызвестный всем нам. В 133 году до нашей эры город вошел в Ликийский союз, Ликию. Поэтому здесь многие названия и ресторанов, и кафе, и магазинов имеют название Ликия. Из древних достопримечательностей в городе, если можно так сказать, сохранился римский амфитеатр, построенный еще во II веке до нашей эры и частично раскопанный и частично сохранившийся. Тем не менее, он первоначально был рассчитан на 6000 мест. Также здесь имеется туристический маршрут под названием Ликийский путь или тропа. Маршрут относительно простой. Пролегает на территории древней Ликии, что находилась на юге Малой Азии, на полуострове между Анталией и Фетхией. Тропа не является каким-то древним путем, а проложена по красивым местам вдоль живописнейших скал, лазурных пляжей и древнегреческих руин, которые в некоторых местах очень даже прилично сохранились. Охватывает наиболее значимые достопримечательности древней Ликии. Маршрут официально утвержден правительством Турции. Путь в основном идет по горным тропам, иногда пролегает по накатанным грунтовым и даже асфальтовым дорогам. Общая протяженность пути составляет 509 километров. О Ликийской тропе есть даже книга, написанная британской путешественницей Кейт Клоу. Она же популяризовала идею этого пешеходного маршрута по Ликии. На тропе много хорошо сохранившихся руин, много выдолбленных из цельного камня гробниц. Возраст некоторых из них достигает более двух с половиной тысяч лет. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот она, главная смотровая площадка города Фетхии. Сзади меня эта бухта прекрасная, красота. Внизу город, это внизу старый город-центр, а там вот мы были в парке сегодня. А там дальше, за вот этими островочками, наш отель. Либерти Фабей. Вот, ну согласитесь, красиво, красиво, реально красиво. Красиво. Так что видите, европейцы и турки захватили самые лучшие места. Адриатику захватили, самые теплые, самые рыбные. Все хорошо. А русские жили на севере, а теперь выяснилось, что оказывается у нас все богатство у нас. А так. И не угадаешь, видите как. То есть вы поняли, там бухта, а сзади скала с сосенками, воздух, воздух целебный, сосны. То есть с одной стороны морской, с этой стороны сосновый. А это самое оно. Поэтому я прям чувствую, как оздоравливаюсь здесь, уважаемые любители рок-музыки, набираясь сил, чтобы сочинить хороший рок-н-ролл. Уважаемые любители рок-музыки, нас привезли на одну из достопримечательностей города Фетхия. Здесь когда-то было государство Ликия. И здесь на многих ресторанах и на многих магазинах так и написано Ликия. Но раньше не знали, что это такое. Оказывается, здесь до нашей эры было такое государство Ликия. И вот это знаменитые Ликийские гробницы. Видите, в скалах, выбитые. Так они хоронили почитаемых и уважаемых людей. Чем богаче был человек и уважаемый, социальной иерархии был повыше, тем выше вот эти были гробницы. Они высекали там внутри целые комнаты. Четыре колонны, как правило, как вы видите. И там вот его хоронили. Чем богаче он был, тем выше подымался, тем крупнее была гробница. На самом верху, мы туда не пойдем, конечно, потому что это очень круто и далеко. Там гробница царя, как они говорят, Амитаса. Там так и написано. Царь Амитас, сын такого-то там, еще кого-то там. Значит, туда, как и в гробнице египетских царей в пирамиды, клали ему и еду, и утвари, и оружие. И с ним клали любимых лошадей. И заводили еще любимых женщин из гарема. Точно так же и здесь заводили. Они никого не убивали. Они их просто потом замуровывали там. Ну, такие вот добродушные были, прекрасные ребята. Замуровывали. Живьем. Так что вот сзади нас вот эти Ликийские гробницы. Ну, вот так вот. Как вы думаете, что-то изменилось в мире? Сейчас не замуровываются. Хоронят заживо. Зачастую. Сейчас поедем в самую главную достопримечательность. Мир меха и кожи. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы поднялись к заветному кафе. Зачем нам выше? Тут хорошо, прохладно. Пойдемте сюда. Дайте попить, поесть. Юля, давай. Ну, прекрасный кафе и вид хороший. Ой, хорошо. Уважаемый любитель рок-музыки, мне тут нравится возле этих гробниц Ликийских. Прямо вид прекрасный. Легите, цветочки, все хорошо. Все напоминает о великой цивилизации, древнегреческой, как они говорят. Они говорят, что здесь была родина греков. А греки говорят, наоборот, это мы сюда цивилизацию принесли, на этот полуостров Малая Азия. И вот кто из них пора... Вот угадай. Ну, смотрите, а вид прекрасный. Ну, не такой уж и мелкий городок, я должен вам сказать, уважаемые любители рок-музыки. Он мне напоминает и греческие города, приморские, и испанские. Хороший такой, с узкими улочками. Гляньте, хорошая бухта. Яхты стоят приличные. Неплохо. Нас привезли в самый главный золотой центр города Фетхе. Вот так вот уважают они русских туристов, что в главный везут. Я говорю, скидки просто неимоверные. Пойдемте посмотрим, что тут за скидки. И что тут за золото. Видите, какие хорошие люди рекламируют часы Омега. Ну, вот мы внутри золотого магазина. Но все как везде. Что я имею в виду? Под все как везде. Вот мелкотня вот эта. Не знаю, на кого это рассчитано. Ну, такие мелкие сережки. Ну, некрасиво, когда мелкая. Ну, что ты? Хожу, хожу. Нет, у меня не купят серег. Ну, вот вышли мы из этого торгового золотого центра и скажу свои первые впечатления. А там один ювелирный мусор. Вот эта мелкотня с полудрагоценными камешками рассчитана на Нова Холл, которые думают, что они золото купили. Это не украшение. Это никакой ценности не имеет вообще. И не украшает. Потому что украшает женщину крупные украшения. Крупные серги. Повели нас наверх. А там Роберто Браво. Ну, это известная ювелирная марка. А ценность в два раза дороже, чем Москве. Или в инстрии. Ну, просто какая-то бессмысленность. Поэтому пойдемте лучше к памятнику Ататюрку. Глянь. Ну, вы, я надеюсь, узнаете отца всех турок. Ататюрка. Кемаля знаменитого. Который был организатором Первой Советской Республики в 1923 году. После того, как распалась Османская империя. Он в 19-м году в Первой мировой войне турки в числе коалекций потерпели поражение. И поэтому им пришлось принять мир на условиях победителей. И здесь были греки, которые главными были. И Ататюрк Кемаль поднял восстание. И они выдавили греков с территории. И в 1923 году он провозгласил республику. Светское государство при нем возникло. Его начали называть отцом всех турок. Ататюрком. Хороший городишко. Мне понравилось. Я чувствовал, что мы сюда приедем еще разок на такси. Заключительный пункт нашей экскурсии исторической. О, ветхие. Нас привезли в мир кожи и мех. Можно вам хороший пиджак? Вот. Классный пиджак, классический пиджак. Капитан пиджак. Вот. Разбирается человек. Вы понимаете, мы пришли туда, куда надо. Он тоже капитан, у него яхта. Камыш. О, да. Красивый. Классный пиджак. Коллега, коллега. Здравствуйте. Он тоже капитан. Одесса. Одесса. И не жалко человеку спит. Сразу видно морская душа. Ему еще для коллеги не жалко. Давайте. Мы вдруг будут помогать. Давайте. Пиджак. Классика. Классика. Губотный. Губотный. Ага. Не научились шить на богатырей. На богатырей. На трудовой мозоль ничего не налазит. Да, ладно. Капитан большой оказался. Ну что, мужики, спасибо вам. Вам тоже спасибо. Еще внимательно. Девчонок, подарки все им сделал. Видите? В рок-группе Волочу КСД. Нет, нет. Порадовали, порадовали капитана. А куртки вам? Такой товар. Куртка. У вас же нету на богатырей. Извините, я сказала вам. Я на вас же сделаю это. Мужики, я-то, который так разговаривает меня. Давайте ваши америки возьмем точно это, который по ночи сделал. Нет, ребята. Мне надо мерить, чтобы это было красиво. Ладно. Все, мы поехали. Кореш мой. Кореш стоит на шухере. А эти наблюдают. Уважаемые любители рок-музыки. Как вы считаете, я готов к показу мод, к дефиле? Ну, вместе с этими прекрасными моделями. Ну, согласитесь, что я тоже неплохо выгляжу. Вот человек не даст соврать. Он говорит, смотрите, о, покажите, покажи мне. Во, а вы говорили. Сюда. Вот. А вы говорили, что я не подхожу на роль моделей. Еще как подхожу. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.